Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Андрей Погорелов и в этом выпуске. Метель замела. Жители трех поселков Ленского района остались без дорожного сообщения. 14 миллиардов на повышение. Федеральный бюджет заложили средства на увеличение зарплат бюджетникам. Почти 2000 мест Якутия заняла первое место на Древнем Востоке по охране объектов культурного наследия. Прорыв на 202 микрорайоне в столице республики. Жители 14 корпуса оказались буквально в блокаде. Помимо того, что из-за аварии жители семи домов оказались без горячего и холодного водоснабжения, они не могут ни попасть ни в собственные квартиры, ни выйти из дома. Перед корпусами образовались огромные горячие лужи. В управлении Губинского округа говорят, что во всем виноваты бездомные. Ночью они подожгли утеплитель под домом. Из-за этого произошло возгорание и пластиковые трубы оплавились. В управе обещают, что после обеда аварию устранят. Сейчас на месте работают аварийные бригады. Жители сразу трех населенных пунктов Ленского района остались без дорожного сообщения во время рождественских каникул. Метель прервала связь с районным центром. Жители поселка Ярославский в эти дни ждали пенсию. Также там нет фельдшерского пункта. Можно ли было избежать ЧС и как сегодня в районе обслуживают дороги, расскажут коллеги. Оказались отрезанными от внешнего мира. Жители поселка Ярославский Ленского района встречали рождественские каникулы в условиях чрезвычайной ситуации. Решение объявить ЧС принял глава Ярославского наслега. В первых числах января дорога была полностью заметена. А люди, выехавшие к родственникам и знакомым на новогодние праздники, не имели возможности выехать вовремя в город Ленский-Пеледуй. К рабочим дням некоторые уехали, рискуя с собой на буранах. В машинах люди сидели заметенные снегом. ЧС объявили по вине нерадивого подрядчика. Он выиграл тендер, но так и не вышел на обслуживание зимника Ленск-Пеледуй с 1 января 2018 года. Как это оговаривалось с контрактом. Времени обследовать фронт работы подготовиться было достаточно. Зимник предыдущий подрядчик передал новому в расчищенном виде с установленными дорожными знаками. Проблема только в том, что тендер выиграла не местная фирма ООО «Толоканстрой». В 2014 году автозимник Ленск-Пеледуй вышел из районного ведомства и стал частью республиканской дороги Умнас. Сейчас все конкурсы на его обслуживание проходят в Якутске. Но когда дорогу перемело поселковая администрация, в первую очередь обратилась к главе Ленского района. Дорогу пробили заново рядом с заметенным зимником. Сделал это тот же подрядчик, кто обслуживал его несколько лет до этого. Проблему решили. Но остался вопрос, почему тендеры выигрывают те, кто не знает особенности местности и совсем не готов к предстоящим работам. Зато сбивают цену ниже разумного. Сумма контракта изначально составляла 51 миллион рублей. Однако «Толоканстрой» сбил цену до 11 миллионов и по закону выиграл торги. Это очередной пример несовершенства законодательства. Когда торги выигрывает тот, кто предлагает меньшую сумму. А есть ли у него техника на осуществление работ? Никто не интересуется. В итоге заложниками всего этого становятся люди. Сейчас на уровне республики, на уровне Министерства транспорта Республики Сахай-Якутия и Управления автомобилей дорог принимается решение о расторжении с этим подрядчиком договорных отношений. Но это, как говорят в районной администрации, единичный случай. Остальные дороги межселенного сообщения обслуживаются подрядчиками исправно. Но чистить трассы не зимник обслуживать. В регионе опять ухудшение погодных условий. ИДДС предупреждает о возникновении снежных заносов и ухудшении дорожного полотна. Подрядчикам на трассе Ленск-Бледуй вновь пора готовить тяжелую уборочную технику. Олеся Васёва, Сергей Часный, телеканал «Алмазный край». Ввод в эксплуатацию Кисюрской школы переносит на неопределенный срок. Учебное заведение является одним из старейших в Заполярье. В 2011 году началось строительство новой школы-интернат на 220 мест. Ввод объекта был запланирован на 2016 год. Но срок постоянно переносит. Подробности далее. Кисюрская школа является одной из старейших школ Заполярье, которая за годы работы внесла большой вклад в развитие системы образования Булунского района. Но, к большому сожалению, в 2013 году сгорело здание школы. В 2011 году началось строительство новой школы-интернат на 220 мест. Ввод объекта был запланирован в 2016 году. Но из года в год сроки ввода переносятся на неопределенный срок. Я председатель родительского комитета и как многодетная мать хотела бы ускорить тоже строительство новой школы. В школе учатся шестеро моих детей. И я очень обеспокоена их здоровьем, потому что они бегают кушать в другое здание, а на урок физкультуры идут в спортивный спортзал села Кусюр. В данное время в школе обучаются 199 учащихся. Обучение ведется в трех ветхих зданиях. В здании пришкольного интерната работает школьная столовая, куда ученики ходят обедать во время перемены. Уроки физкультуры из-за отсутствия спортзала проводятся в коридорах учебных помещений. Учителя и ученики в течение дня вынуждены бегать между тремя зданиями, что крайне неудобно в сложных климатических условиях, что отрицательно сказывается на качество образования, на здоровье обучающихся. Я в этом году заканчиваю 11 класс. После того, как сгорела наша школа, мы учимся в старом корпусе. Мы очень ждали и надеялись, что закончим учебу в новой школе. Я люблю заниматься танцами и спортом. Очень тяжело без спортивного зала. Бегами занимаемся в коридоре, где очень мало места. У меня еще учатся сестренка и братик. И мне очень хотелось бы, чтобы они учились в новой школе с просторным спортзалом, с светлыми и просторными кабинетами. Мы очень надеемся, что вопрос строительства школы решится. В сентябре 2018 года Кюсюрская школа будет отмечать 125-летний юбилей со дня образования. В связи с этим ученики, учителя и родители обращаются с просьбой ускорить строительство новой школы, которая длится вот уже 6 лет. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК Саха, Тикси. Между тем, строительство школы в селе Кюсюр стоит в плане Министерства строительства. Для этого предусмотрено почти 600 миллионов рублей. Определенный подрядчик. А причины, по которым возникли задержки в строительстве, прокомментировала министр строительства республики Вера Кузакова. На 2017 год были предусмотрены 34 миллиона рублей. В 2017 году эти объемы были выполнены. И недостающая сумма финансирования составляет у нас 251 миллион рублей, который не определен источник финансирования. Поэтому на сегодняшний день строительство низкими темпами отмечается. И готовность составляет 54%. Поэтому есть проблема со финансированием. Строительство данной школы сопряжено еще со строительством котельной центральной, поскольку техническое присоединение предусмотрено к этой котельной центральной. На строительство данной котельной требуется 170 миллионов. В инвестиционной программе не полностью обеспечено финансирование, которое необходимо для завершения строительства центральной котельной. Естественно, пока котельная не будет построена и введена в эксплуатацию, строительство школы затрудняется. Мероприятие года содействия занятости населения в Якутии хватит свыше 32 тысяч человек. Об этом на встрече с руководителем региона Егором Борисовым доложил председатель Госкомитета по занятости населения Степан Москвитин. По предварительной оценке, мероприятия помогут снизить общий уровень безработицы в республике до 7%, в сельской местности до 9%. За счет реализации проектов по привлечению молодежи и селян в промышленность планируется создать около 22 тысяч постоянных и временных рабочих мест. В каждом муниципальном районе формируется свой план мероприятий. В нем обозначены конкретные задачи по трудоустройству молодежи и занятости детей. В окончательном виде свои муниципальные программы главы районов должны предоставить к началу февраля. В 17 районах они уже утверждены. 6 миллионов рублей ежегодно будут получать муниципалитеты республики для субсидирования некоммерческих организаций. Об этом сказали сегодня на заседании правительства Якутии. Кабмин рассмотрел 4 вопроса. Один из них касается изменения в работе Министерства по развитию институтов гражданского общества. Руководитель ведомства ознакомил с порядком предоставления и расходования субсидий социально ориентированных некоммерческих организаций муниципальных районов. Для проведения конкурса субсидии муниципалитеты должны выполнить условия предоставления средств из госбюджета. Подписание должно способствовать привлечению граждан к самостоятельному осуществлению собственных общественно-гражданских инициатив по вопросам местного значения, стимулированию развития территориального общественного самоуправления в муниципальных районах. Ну и, конечно, в третьих этапах создание условий для оказания непосредственной поддержки, содействия, развитию формы территориального общественного самоуправления уже органами местного самоуправления. У нас срочная новость, как мы только что узнали. Впервые в истории международного турнира на гран-при Ярыгина в Красноярске Якутию не представит ни один борец по вольному стилю. Повышение заработной платы в Якутии в корне изменит уровень бедности в республике. Об этом говорили на пресс-конференции заместителя председателя правительства Якутии Алексея Дичковского. С 1 мая заработная плата якутян повысится примерно до 20 тысяч рублей, включая налоги. И это коснется не только бюджетников, но и работников других сфер. Кинотеатр Центральный, Национальный художественный музей и музей имени Ярославского. В Якутии 1800 объектов признаны культурным наследием региона. Из них в государственный реестр вошли 600. С подробностями Петр Говоров. Кинотеатр Центральный, Национальный художественный музей, музей имени Ярославского. Далеко не полный список объектов культурного наследия в Якутске. Всего в республике на 1 января этого года имеется 1826 объектов. Из них в государственный реестр попали лишь более 600. Второй пласт – это по установлению собственников. Дело в том, что по действующему законодательству только собственник должен финансировать и проводить работу по его установлению охраны. У нас в принципе в этом отношении пока установлено среди наших памятников 116 собственников или лиц, которые пользуются и являются правообладателями. Также состоялось заседание общественного совета при департаменте, на котором обсуждены итоги работы совета в прошедшем году и определены основные направления деятельности на 2018. Если собственник не проводит работы или проводит их в ненадлежащем виде, штраф по административному кодексу на физические лица штраф от 20 тысяч до 400 тысяч – это очень больший штраф. На юридические лица они начинаются с 40 тысяч и до 5 миллионов. Мало кто знает, что стоят такие штрафы, потому что этой практики нет. Ну, такая действительность. В этом году планов много. В первую очередь установить собственников бесхозных объектов, а также подготовить проектные документы для дальнейшей паспортизации объектов культурного наследия. А вот о чем мы расскажем в вечернем выпуске новостей. Подготовка к навигации в Жатая началась и выморозка судов. Специалисты заблаговременно начинают готовить корабли к предстоящему летом завозу грузов. Меньше недели до старта с космодрома «Восточный» запустят очередную ракету-носитель. В Вилюйском районе к нему уже начали готовиться. Выравнивание тарифов. Изменения в законе об энергетике страны вступили в силу в прошлом году, как они отразились на предпринимателях Якутии. На этом все. Хорошего вам дня. Субтитры создавал DimaTorzok